здравствуйте дорогие друзья скоро новый год а это значит что в магазины типа магнита пятерочка завозят елочки новогодние и чаще всего в виде новогодних елочек продается два вида это ель коника и кипарисовик элвуди а вот такая вот ель коника растет в моем саду у нас юг ростовской области и это ель растет у нас с же так сейчас я скажу вам один год и 4 месяца здесь она посажена у нас зона зимостойкости 7 а и что вам нужно знать об этой елочке ну смотрите мы ее сажаем маленькой вырастает она во взрослом возрасте до двух метров в высоту и ширину где-то метр метр а может даже и больше поэтому смотрите впритык несмотря на то что она маленькая впритык там на 50 сантиметров к какому-то другому растению дереву вы ее не сажаете что для нее важно вот многие говорят она горит по весне и из-за этого отказываются люди ее сажать своем саду некоторые но у кого она горит она горит в тех садах где но это не южные сады это где похолоднее и там она просто не успевают корни у нее размерзнуться и для этого лучше всего проливать корни в феврале теплой водой для того чтобы они быстрее оттаивали если у вас южный сад и у вас нет таких морозов феврале то вообще никаких проблем но смотрите вот я ее показываю со всех сторон а вот у нее южная сторона как видите вот она у меня в прошлую зиму совершенно нигде не подгорела но у меня есть секретик это елочка стратегически очень хорошо расположена таким образом что у нее с юга видите вот метр до забора и с востока тоже тут ее прикрывает вот скажем так для если у вас есть такой укромный уголок то это идеальное место если у вас такого укромного уголка нет тогда и вы хотите рядом с каким-то другим деревом ее посадить ну с другой елкой то пускай это елка будет тогда с юга вот так вот как забор да и она у вас будет южную часть коники прикрывать в таком случае обгорания вот этого вот не будет потому что с севера там с запада она не горит только только с юга и поэтому как бы ну это очень просто посадить чтобы с юга было укрытие и если вы ее хотите посадить совершенно на каком-то открытом месте тогда вам придется конечно ее укрывать даже не укрывать а как притянять какой-то сеткой там вот с юга ставить ну что очень неудобно поэтому лучше сразу выбрать ей подходящее место насчет прироста сколько она прирастает я хотела вам показать друзья специально взяла инструмент так вот смотрите так и вот так 13 сантиметров она приросла значит эта елка она дает несколько приростов за сезон ну точнее как вот она выдает вам маленький какой-то да потом еще 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 вот так вот она у меня росла все лето эти пока кого-то не выросла а что касается от 13 это вверх а что касается боковых то тут гораздо скромнее примерно 5 сантиметров в боковые приросты у нее вот и если это юг где-то конику можно сажать смело если у нее будет с южной стороны прикрытия гореть она не будет и на севере где больше мороза там она больше горит за опять же из-за вот этой вот разности температур когда корни не успевают оттаять а солнышко уже пригревает иголочки как бы вот вот этот вот тема если вы купили такое деревце посмотрите его корневую систему и очень большая вероятность того что это деревца выживет и у вас прекрасно будет расти в вашем саду коники канадские елочки и морозы переносят хорошо поэтому можете сажать смело а дальше еще есть такие новогодние деревца как кипарисовик элбуде сейчас я вам его тоже покажу но вот именно такой кипарисовик мы купили уж подарил мне значит здесь он на этом месте уже недельку вот он сейчас он у меня открытый значит сегодня у нас 21 декабря и ну шесть дней точно он уже растет на этом месте но сейчас у нас плюсовая температура где-то плюс 7 влажность воздуха 90 процентов поэтому поначалу у меня есть видео как я сажала этот кипарисовик вот если хотите посмотрите еще про него это уже третье видео я снимаю за неделю и значит смотрите когда первые дни я его вынесла на улицу чтобы он не почувствовал большого стресса конечно я его укрыла и закутала скажем так но после того как он посидел несколько дней адаптировался к температуре теперь как бы пока плюсы он не нуждается в укрытии как он себя чувствует ну тургор у него отличный и чувствует себя при температуре плюс 7 плюс 6 ночью плюс 3 плюс 2 он прекрасно значит когда его вынесла на улицу когда он был под укрытием был мороз минус 2 градуса ну тоже он неплохо это перенес если вдруг в наши плюс 7 сменится морозом опять там пойдет на минус то тогда вот смотрите вот такая вот у меня есть баночка укрытия будем накрывать если кто-то говорит под баночкой он сопреет если будет сильный мороз мороз вообще сушит поэтому вот я еще и у меня есть другие кипарисовики малюсенькие накрытые таким образом я не видела там никакого конденсата который бы собирался на банке внутри поэтому я как бы за эту тему не переживаю так что вот так вот выглядит наш кипарисовик посаженный из магазина магнит сидит он на этом месте уже 7 дней он пока что сидит и очень доволен жизнью подписывайтесь на мой канал и мы с вами проследим его историю как он будет зимовать в январе феврале соответственно как он выйдет из зимы в марте апреле и так далее не погибнет ли он летом если кому-то эта история будет интересно этого малыша пожалуйста подписывайтесь на канал и смотрите я буду выкладывать эти видео вам регулярно потому что это такой эксперимент это для меня тоже что-то новое это первый раз мне самой очень интересно если там на какой-то стадии с ним что-то пойдет не так он погибнет от чего-то то я конечно же тоже сниму видео на эту тему и вам все это выложу и расскажу вот так как зимой особо заниматься другим нечем все посадки закончены ну значит будем следить за за нашим малышом как он растет ноябрьские мои посадки чувствуют себя хорошо мы сажали в ноябре кто следит за моим каналом еще такие прекрасные растения другие вот смотрите у меня туя випкорт посажена в ноябре вот так себя прекрасно великолепно чувствует благо что сейчас плюс корневая ее там я думаю прирастает потихонечку также мы сажали можжевельники вот ладери голдену фла флайер по-моему да так вот тоже чувствует себя великолепно стегиату маленькую мы сажали в ноябре так что ребята если вы находитесь где-то в южных более в южных зонах пожалуйста ноябрь декабрь если земля копается не промерзла можно сажать смело вот еще одна коника если кому-то интересно как выглядит коника вот коника которая здесь на этом месте уже растет год вот она очень сильно за год выросла так что когда вы покупаете вот это маленькое деревце в магните расти оно будет быстро пушисто тоже нигде не подгорело также у нее с южной стороны вот в южную сторону вам показываю забор с южной стороны вот так вот она выглядит с юга вот он забор с юга видите вот так вот тут метр до забора вот и все прекрасно главное найти для этого дерева место подходящее кстати на щетке парисовика элвуде видите вот я вам сейчас покажу также точно с южной стороны забор он будет в полутени но это для особенно для каких-то южных регионов где у нас и сушающие ветра могут быть да и может быть очень агрессивное солнце это вообще очень актуально но для северных районов актуально тоже по той причине что корни могут не успеть размёрзнуться так что мне кажется и для северных зон и для южных зон одинаково кипарисовики с юга у нас должны иметь защиту вот это то что вот мое мнение я очень рада новым своим подписчикам очень рада зрителям спасибо огромное за комментарии которые вы мне и вопросы которые задаете комментарии которые пишите я очень рада вашему вниманию на моем канале поэтому давайте дружить давайте создавать вместе наши сады сейчас никакой монетизации естественно нет и это все делается для того что друзья чтобы общаться с вами чтобы дружить чтобы единомышленники скажем так были по этому хвойному занятию вот поэтому я очень-очень рада всем кто подпишется новый на мой канал ставьте лайки кому не жалко и я буду видеть что вам нравится такой контент и буду снимать его для вас все ребятки всем пока до новых встреч до новых встреч